Барабанная танка Одна из причин, по которой эта ветка мне нравится, состоит в том, что барабанные танки в ней начинаются чуть ли не с песка. А именно, начиная с шестого уровня вы будете постоянно вращать свой барабан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в ближайшем будущем я на 100% уверен, что эту возможность обязательно добавят и ты уже будешь полноценно играть в мобильные танки в 120 фпс. Кстати, на Е-каталог можно глянуть игровой тест этого телефона и лично убедиться в его игровом потенциале. Также, прямо здесь, на Е-каталог, ты можешь подобрать чехол или флешкарту под этот или любой другой телефон по самой выгодной цене. Ссылку на Е-каталог я оставлю в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы начнем как раз таки с шестого уровня. АМХ-12Т. Этот малютка имеет достаточно неплохое орудие, которое за барабан выдает плюс-минус 480 урона. Цифра, конечно, неплохая, особенно для шестого уровня. Сам барабан перезаряжается за 15 секунд, что, как по мне, долговато. А вот КД между выстрелами занимает всего 2,5 секунды. Правда, для того, чтобы реализовать весь этот замечательный барабан, тебе придется либо тщательно сводиться, что займет у тебя 3,5 секунды, либо подъезжать к противнику вплотную и наказывать его с ближней дистанции. Бронепробитие у него, в принципе, неплохое. 144 мм базовыми и 202 голдовыми снарядами. Но я лично катаю этот, да и многие другие барабанные танки с калиброванными снарядами. Поэтому я каких-то серьезных проблем с пробитием не испытываю. Ну а вот что касается углов, то с этим тут беда. Вниз орудие опускается на 4, а поднимается вверх на 12. И зачастую это действительно доставляет кучу проблем. И крутить барабан с такими углами очень часто просто невозможно. На помощь тут может прийти нехитрый, но действенный метод по увеличению углов. Для этого нужно будет развернуть свой танк боком или же кормой по отношению к противнику. В таком случае твои углы заметно возрастут и можно будет уже спокойно отыгрывать от неровностей. Удобно это все еще и тем, что после раздачи своего барабана или же агрессивного засвета, ты можешь незамедлительно слинять на более безопасную позицию, не тратя время на разворот корпуса. Что еще мне нравится в этом танке, так это его маскировка и динамика. В среднем вперед он едет со скоростью в 55-60 км в час. Скорость эта вкупе с его маскировкой даст тебе возможность спокойно приезжать на позиции и давать топовый засвет. А вот что касается его брони, то говорить тут особо не о чем, потому как брони тут нет. И прежде чем полноценно крутануть свой барабан, осмотрись вокруг и взвесь все за и против. Далее идет АМХ-1375, который по понятным причинам также не имеет никакой брони. Понятное дело, это ведь легкий танк и по идее он не должен танковать. Да и вообще, начиная качать ветку этих ЛТ, в первую очередь нужно готовиться к тому, что по тебе зачастую, как по наиболее картонной цели, будет лететь весь фокус. Ну и естественно, при учете того, что на седьмом уровне ты уже будешь играть против дренометов по типу борща и сушки им подобным, тебе, конечно же, придется быть всегда на чеку. Что касается орудия, то тут тебе тоже придется нелегко. На АМХ-1375 в качестве топового орудия ставится тот же самый ствол, что стоял у тебя на АМХ-12Т. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Тебе не придется копить опыт на новое орудие, и ты сразу получишь топовый ствол. Но, с другой стороны, играть против восьмых уровней и иметь пробитие базовым снарядом 144 мм, потребует от тебя определенных навыков. Но, как я уже говорил, я катаю этот и многие другие барабанные танки на калиброванных снарядах. С ними пробитие чуток подрастает, и базовые БПшки будут иметь 151 мм, а голдовые подкалиберы 212. Конечно, с такими цифрами тебе по-прежнему будет тяжело воевать в рандоме. Особенно при учете того, что в наши дни рандом насыщен очень бронированными тяжами, и перестреливаться со многими из них в лобовую проекцию даже на голде не представляется возможным. Другое дело, это заходить к ним в борта и пытаться как-то их кружить. Как я уже говорил, у 1375 то же самое орудие, что стояло у АМХ-12Т. И урон за выстрел у него, естественно, такой же, 160 единиц. Но вот сам барабан у 1375 перезаряжается гораздо быстрее. А именно, всего лишь за 9,2 секунды. Да и КД между выстрелами у него 2 секунды. В минуту 1375 способен выдавать 2170 урона. Поэтому ты можешь заезжать в борта или в корму, оперативно выдавать все свои 3 снаряда и уезжать в более-менее безопасное место. Что касается точности, то смотри сам. Сводится 1375 за 3 секунды и при полном сведении этот малыш попадает куда угодно. При игре с таких кустовых позиций тут же вопрос будет только в бронепробитии, которого, как ты понимаешь, частенько не хватает. С углами склонения орудия тут неоднозначная картина. Вроде бы 1375 имеет по 6 градусов как вниз, так и вверх. Это уже гораздо приятнее, чем у АМХ-12Т, но тебе по-прежнему придется разворачиваться кормой или бортом для того, чтобы увеличить эти углы. А вот с динамикой тут, само собой, проблем нет. В среднем 1375 вперед едет со скоростью в 60-62 км в час, а скорость вращения его корпуса составляет 65 градусов в секунду. Вся эта динамика вкупе с маскировкой и хорошим обзором позволяют этому малышу вполне уверенно светить разъезды противника, а в случае угрозы он способен оперативно переехать в более-менее безопасное место. В общем, как видите, классический легкий танк, у которого есть инструменты как для засвета, так и для уверенного закрута противников. Но он, как и многие другие легкие танки, требует к себе особого подхода. То, что он точный, не дает ему права сидеть в кустах. Эта точность поможет тебе отстреливаться по своему засвету, но в основном тебе нужно будет постоянно маневрировать, искать брешь во броне врага и при малейшей возможности заходить к ним в тылы и выдавать свой барабан. В общем, как по мне, танк прикольный. Ну а на восьмом уровне тебе встретится АМХ 1390, который на своем вооружении уже имеет более-менее увесистое орудие. За выстрел это орудие сносит по 225 единиц урона, то есть за барабан с него в среднем вылетает 675. Перезарядка между выстрелами составляет 2,5 секунды, а КД всего барабана занимает аж 16,5 секунд. В минуту 1390 выдает 1900 урона. Как по мне, слабовато, особенно если учесть еще и тот факт, что пробитие тут не самое приятное. Я вот, например, играю на калиброванных снарядах, и при таком раскладе базовые ББшки имеют 178 мм пробития, а голдовые подкалиберы 260. Кто-то, конечно, скажет, что ЛТ не должен боевать лоб в лоб, и отчасти эти люди, конечно же, будут правы. Но на самом деле, как показывает лично моя игровая практика, играя на ЛТ, мне, например, частенько приходится стрелять именно в лобовую часть танка противника. Не всегда есть возможность зайти в тыл. Бывает, например, так, что ситуация просто не позволяет совершить тебе маневр и зайти в борта или в корму. Тебе нужно будет стрелять здесь и сейчас. Такие ситуации встречаются постоянно. Да и вообще, вентиляция, на мой взгляд, в случае со многими барабанными танками не дает того буста, который лично мне хотелось бы видеть. И между этим и этим я выбираю это. Звучит, конечно, как реклама, но можешь написать о своем выборе в комментариях. Мне будет интересно узнать твое предпочтение. Что касается углов, то тут они, конечно, уже поинтереснее. Вниз орудие опускается на 6 градусов, а поднимается на 13. Но не переживай, если что, ты и всегда можешь встать кормой к твоему противнику и как следует крутануть барабан. В плане точности, то орудие тут достаточно комфортно. Очень часто снаряды залетают без какого-либо сведения. Ну а если потратить 3 секунды и хорошенько свестись, то снаряды гарантированно полетят точно в центр круга сведения. Ну и поскольку 13.90 и 13.75 в плане своего корпуса и полностью внешне это один и тот же танк, то, соответственно, у 13.90 точно такая же хорошая маскировка, как у его предшественника. Поэтому на нем можно абсолютно спокойно давать качественный засвет по перекатке противников. Прикольно, конечно, получается в этом видео. Каждая сцена засвета вражеской перекатки происходит всегда на одной и той же карте и с одной и той же позиции. На других я тоже светил, просто на этой карте это все выглядит наиболее наглядно. Да и откровенно говоря, далеко не каждая карта позволяет давать такой красивый и качественный засвет, чтоб можно было это показать на видео. А вообще, касательно маскировки, то от нее можно очень даже весело играть. Само собой, как ты понимаешь, 13.90 это очень шустрый и маневренный танк, на котором очень легко обманывать противников. Я, например, играя на девяностике, очень люблю делать вид, будто бы я уезжаю прочь, но на самом деле я всего лишь показываю противнику направление своего движения. И как только он теряет ко мне интерес, я возвращаюсь туда, откуда меня уже никто не ждет. Главное в этом уверенно показать направление своего движения, ну, чтоб у противника не возникло мысли об обмане. Ну, а отсветившись, уже можно и вернуться туда, откуда ты только что уехал. Благо, что динамика и маневренность позволяют. В среднем вперед АМХ едет со скоростью в 60-62 км в час, а скорость вращения его корпуса составляет 66 градусов в секунду. Поэтому совершать такие вот красивые маневры на этом танке проще простого. Как видишь, этот танк очень похож на своего предшественника. С одной стороны, это не очень интересно, ведь переходя с уровня на уровень, ты практически играешь на одном и том же танке. В основном меняется только орудие и некоторые показатели маскировки и обзора. Но с другой стороны, с каждым пройденным уровнем, ты будешь все лучше и лучше понимать эту концепцию и, естественно, начнешь играть лучше. Следующий танк, который ты откроешь на девятом уровне, не станет исключением. Батчат 25 АП. Абсолютно такой же шустрый танчик, как и все те танки, что идут перед ним. На нем также легко менять позиции, давать красивый засвет и врываться в тылы ничего не подозревающих противников. В общем, у него есть все те инструменты, которые делают из легких танков неуловимых мстителей. Но, на мой взгляд, самое важное изменение на девятом уровне этой ветки заключается в его топовом орудии. Теперь в качестве топового ствола у тебя будет 100-мм барабанное орудие, которое также ставится и на АМХ 50-100. Поэтому, если ты качал себе французские ТТ, то тебе уже по классике жанра будет немного проще. Что касается самого орудия, то за выстрел оно сносит по 310 единиц урона. Перезарядка между выстрелами составляет 3 секунды, а КД всего барабана занимает без малого 16 секунд. В минуту этот батик способен выдать 2500 урона, что в принципе неплохо. Правда, тут уже не будет той точности, что была у 1390 и 1375. На бумаге разброс выглядит вроде бы получше, чем у предшественников. Но на практике снаряды бата частенько улетают мимо, даже, казалось бы, при полном сведении. Я не вдекал в скрытые ТТХ, но думаю, все дело в стабилизации, которая на этом батчате хуже, чем у его предшественников. Скорее всего, обусловлено это тем, что у бата, в отличие от его предшественников, уже имеется нормальное человеческое бронепробитие, которое практически не уступает средним и даже некоторым тяжелым танкам того же уровня. С калиброванными снарядами ББшки бата имеют 244 мм, а голдовые подкалиберы пробивают броню толщиной в 276. И с такими цифрами на нем, в принципе, можно на равных перестреливаться лоб в лоб с большинством противников. На этом бате, так же, как и на многих других барабанных танках, очень выгодно идти в размен. Особенно при учете того, что этот малютка буквально за 6-7 секунд выдает в среднем 930 урона. Правда, тут следует понимать, с кем и когда ты идешь в размен, ведь выехав на какой-нибудь Объект 704, ты вряд ли выйдешь из размена победителем. Брони у бата понятное дело нет, поэтому тебя на нем будут постоянно пробивать, в том числе и фугасами. Хотя, к моему удивлению, мне каким-то чудом пару раз удалось танкануть, но все это случайности и рассчитывать на броню не нужно. Также, хочу слегка затронуть и стоковое орудие. Оно имеет в своем барабане 4 снаряда, каждый с альфой в 225. То есть, за барабан это орудие выдает в среднем 1000 урона. Сводится оно за 2 секунды, а перезарядка между выстрелами составляет тоже 2 секунды, что очень даже годно, особенно при стрельбе на ближних дистанциях. В общем, думаю, что проблем с этим стволом возникнуть не должно. Ну и наконец-то 10 уровень, и прежде чем его открыть, советую тебе подкопить 45 тысяч свободного опыта, и иначе ты будешь катать с той же самой пушкой, что стояла у тебя на предыдущем бате. В качестве эксперимента я прокатился пару боев на стоковом орудии, и говорю вам с полной ответственностью, что на 10 бате оно вполне себе играбельное, и ничего, конечно, ужасного в нем нет. Но покупая десятку в свой ангар, думаю, будет все-таки лучше, если ты сразу же начнешь катать ее в полностью топовой комплектации. Да и к тому же топовое орудие вполне себе комфортное. За выстрел оно также сносит по 310 урона. Перезарядка между выстрелами на данный момент составляет 3 секунды, но вот-вот ее должны сократить, и время перезарядки внутри барабана будет составлять 2,8 секунды. Не знаю, насколько сильно эта разница повлияет на геймплей или уже повлияло, все ведь зависит от того, когда ты смотришь это видео. Но на данный момент 3 секунды это многовато, и лично мне хотелось бы, чтобы это время сократилось до 2,5 секунд. Ну а вот перезарядка всего барабана занимает 13,8 секунды, и на мой взгляд это вполне комфортное время. Как правило, я даже не замечаю этого КД. Вроде только что отстрелялся, и вот уже очередной барабан готов. В общем, с этим проблем каких-то лично я не заметил. Что касается точности, то с ней в принципе тоже все нормально. Сводится бат за 3 секунды, и если свестись до конца, то твой снаряд полетит точно в цель. А вот бронепробитие меня на бате по-настоящему порадовало. Я снова выставил калиброванные снаряды, и с ними базовые БВшки бата пробивают броню толщиной в 252 мм, а голдовые кумулятивы имеют аж 325. Такого пробоя нет даже у некоторых средних танков, поэтому я считаю, что с этим параметром все более чем в порядке. Что касается брони, то в ЛД иногда даже что-то танкует. Правда, вопреки всему этому, на броню лучше не рассчитывать. На сегодняшний день бат это самый быстрый танк среди всех ЛТ 10 уровня, и безусловно это круто. Но вот в плане обзора он слегка уступает Виккерсу. Правда, это не критично, и на бате по-прежнему можно давать топовый свет. У ВН-бата составляет 6 градусов вниз и 11 вверх. Работают они по тому же принципу, что и у всех танков этой ветки. Разворачиваешься кормой, и угол склонения орудия растет. В общем-то, бат 10 уровня, так же как и все легкие танки этой ветки, должен постоянно маневрировать и искать пути к корме противников. Играя на легких танках из этой ветки, тебе должно казаться, что ты управляешь очковой змеей. Ведь, как правило, все эти малютки играются через тыл противника. Тебе нужно будет постоянно следить за обстановкой на поле боя и пытаться заехать в тыл к ничего не подозревающим негодникам. Так же ты должен стараться помогать своим тиммейтам в развитии атак. И если ты готов ко всему тому, что я перечислил, то от себя лично я рекомендую ветку бата к прокачке. Друзья, я, конечно, много чего не сказал, поэтому можем обсудить все детали и нюансы на эту тему в комментариях. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok